Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Трейсер. Очередной мой нелегальный визит в Чернобыльскую зону отчуждения. Ну и как вы с названием видео поняли, я сегодня делаю это со своей женой. Вот она сидит. Она очень давно хотела попасть в зону отчуждения. Мы всегда представляли, что мы с ней поедем в какую-то легальную экскурсию, если меня, конечно, в легалку пустят. Но сегодня как мы идем? Нелегально. Нелегально. Тебе страшно? Я волнуюсь, переживаю. По поводу чего ты волнуюсь? Я больше всего волнуюсь по поводу своей спины и тяжелого рюкзака. В общем, ребят, у Оли немножко больная спина. И рюкзак ее весит что-то 13, да, килограмм взвешивали? Около. Около 13. У меня около 20. У Артема тоже около 20. С нами сегодня еще будет 3 человека. Сейчас они подъезжают. И, короче, будет 1-2 белоруса. Ну, белорусских человека, в смысле. И еще один парень с Киева. В общем, вот это рюкзак Артема. Давайте я вам покажу сейчас свой рюкзак. Так. Вот это Олин рюкзак будет. А вот это мой рюкзак. И, кстати, видите, у меня тут куча битого стекла. Мне недавно на парковке разбили вот это стекло в машине. Я оставил там рюкзак, в котором была очень дорогая камера. И просто разбили вот это стекло и сперли камеру. Много чего осталось в машине. Я еще, кстати, не успел осколки поубирать, но новое стекло уже установил. В общем, ребят, волнуюсь немножко, потому что вот я бывало уезжал на съемки видео там на 3-4, на 5 дней бывало. А вот Оля всегда вот с нашим сыном сидела, с Артемом. И сегодня мы его оставили на кого? На бабушку. Он так еще, знаешь, мы с ним прощались. И он такой, пока-пока-пока. Мы бывает иногда даем там бабушкам на день с ним поиграться. И он, знаете, с нами прощается такой. Так типа как ни в чем не бывало. Пока-пока-пока. И сегодня он прощается. А мы понимаем, что у нас не будет дня 4-5. Короче, скучаем, волнуемся уже. Хотя еще буквально пару часов прошло. Ну что, ребята, сейчас ждем белорусов. Я надеюсь, этот ролик будет очень длинным, в отличие от прошлого. Прошлое, кстати, не хотел грузить. Просто мне в Инстаграме писали, грузи в Ютуб. Пофиг, грузи в Ютуб. Ну я и загрузил в Ютуб. Хотя там в самом ролике я говорил, что я, в принципе, не очень вижу его на Ютубе, это видео. Короче, все, ребят. Ждем белорусов. Выдвигаемся. Потом уже как-то в процессе покажу, что мы взяли. Что мы будем делать. Куда собираемся зайти. Короче, все будет впереди. Но вы в самом начале ролика можете уже поставить лайк. Потому что я вам могу так авансом сказать наперед. Хотя я еще сам не знаю. Ролик реально будет крутым. Такое чувство, что вы с Белоруссией ехали. Так долго ехали. Я тебе говорю, мы так долго ехали. Только не материтесь, ребята. Не материтесь. На Ютубе нельзя сейчас материться. Могут монетизацию отрубить. Короче, давайте знакомиться. Потому что тут эти рожи вам будут, ребята, долго надоедать. Это Михаил. Он белорус. Он белорус. Это Яна. Она тоже белорусская. Она с Михаилом. Привет. Серега. Киев. И Дмитро. С Дмитром мы знакомы. Я же поездил тушенку. Да, он мою тушенку сажал. Короче, все. В общем. Вот такой компашкой. Мы все едем, да? Да. Офигеть. Нас сколько? Раз, два, три, четыре. Ого. У нас много, короче, людей. Реально тупо целый парад будет. Не знаю, как мы там в том Чернобыле бедном поместимся. Но как-то он будет нас терпеть. А кто сколько раз в Чернобыле был? Первый. Первый? Ты тоже первый? Это Дима второй. Видишь, да. Тут много таких, короче, кто первый раз идет. Так, ребята. Если я правильно посчитал, нас семь человек. Плюс еще водитель, который заберет машину и назад поедет. И нам нужно всем поместиться в пятиместную машину. И у нас еще куча рюкзаков. И, скорее всего, человека минимум два, наверное, будет сидеть в багажнике. Там, короче, еще куча битого стекла. Я как-то вот хотел на мойку заехать, чтобы убрали. Сам, короче, что-то руки не доросли. Мелкие слишком вот эти осколки. Ну что, сейчас, короче, загружаем все вот эти. У каждого, кстати, смотрите. Рюкзачок, рюкзачок, рюкзачок. Не знаю, как тут в багажнике люди будут помещаться. Но как-то поедем. Как известно, ребята, во время кризиса ситуация в стране очень тяжелая. Денег нет, работы у многих тоже нет. Государство тоже ничем не помогает. Что же делать в данной ситуации? Да все очень просто. Инвестировать и зарабатывать с процентами. Компания Avalon Technologies знает, куда инвестировать во время сложного периода. Ведь сейчас идеальная точка для входа в бизнес. Потому что вместо вас будет работать команда профессионалов, экономистов и представителей бизнеса. Достаточно лишь зарегистрироваться на площадке Avalon, инвестировать от 100 рублей и наслаждаться результатом в виде прибыли 1,3% в день. Я уже в прошлом видео показывал, что сюда закинул символичную сумму 20 тысяч рублей. И хочу показать, как буду сейчас делать вклад. Можно, смотрите, на сутки сделать, можно на 7 дней, 14 и месяц. Сейчас я разделю эту сумму на две части. 10 тысяч рублей сделаю вклад на 7 дней и 10 тысяч рублей сделаю на 1 месяц. Потому что чем надольше вы инвестируете, тем больше у вас будет прибыль. Потому что вот, чем дольше, тем больше какие-то идут бонусы. В общем, ребята, кому тоже будет интересно, как я, начать зарабатывать вместе с Avalon Technologies, я для тех оставлю ссылку в описании. Переходите в описании, кликайте на нее и зарабатывайте. А для тех, кто скептически относится к инвестированию, можете просто пополнить свой баланс на 100 рублей. Это дешевле, чем кружка кофе в некоторых городах. И сделать вклад на сутки. А потом уже принять для себя решение, хотите вы иметь регулярный пассивный доход или нет. Повторюсь, ссылка в описании. Мы погрузились, 8 человек в машине и полностью забит багажник рюкзаками. Все-таки хорошо, когда большая машина, можно много людей, много рюкзаков вместить. Прошло, ребята, немного, немало времени. Мы выгрузились. Вечереет, можно сказать. И сейчас с такой компанией 7 человек идем. Особо внимательные, наверное, заметили, что я говорил, в машине нас 8, а здесь 7. Мы просто водителю отдали машину мою. И он поехал ставить ее в секретное-секретное место на сталкерскую базу. Мы перешли уже брод вот такой компанией. Ты уже официально в зоне отчуждения. Да, отлично. Ты уже считаешься официально сталкером. Как у тебя эмоции? Классно. Очень красно-речивая речь была. Как видите, ребята, как раз, можно сказать, на закате заходим в зону. И дальше идем. Не знаю, буду ли снимать. Наверное, буду на привалах снимать, потому что... Ну, сейчас уже быстренько потемнеет. А нам еще, короче, дорога дальняя. Всем, ребята, доброе утро. Короче, проснулись мы минут 10 назад. Вот так вот спали. Я не снимал, как мы, короче, искали эту хату. Бегали по соседним хатам. Там воровали стулья, столы. Короче, сдуру вчера столько столов наприносили, что у нас еще они в коридоре стоят. Ну что, проснулись. Идемте, короче, искать местных жителей. Давайте посмотрим, как снаружи выглядит наша хата. Вы вообще удивитесь, как мы ее среди ночи нашли. Вот такая вот у нас верандочка немножко разрушена. Ой, спалось не то, чтобы, знаете, классно. Без подушки как-то шая что-то болит немножко. Давайте вот пройдемся по селу и посмотрим, может, еще кто-то со сталкеров здесь живет. Вот же вы понимали, в этой хате. У нас спало сегодня 7 человек. Там есть еще одна хата обитаемая. Там могут быть еще остальные. Вот так вот все тут заросшее. Здесь даже, в принципе, ну на машине полиция не сможет проехать. То есть, если они захотят сюда прийти, им придется идти пешком. Вот это, ребята, самая запальная хата в этом селе. Где главный фидер этого дома? Нашли тебе подругу, подругу, женщину, блядь. У меня есть женщина, спасибо, Миша. Привет, Сергей. Здравствуй, Сергей. Как твои дела? Неплохо. Видишь, нас много. Ты по соседству с нами был всю ночь, оказывается. По соседству? А где? По соседству. Тебе все нормально, нет? Где ваши хаты? А мы только пришли. Да! Все, Серенький, у нас закипел чай, мы, короче, погостили у тебя, ты нас ничем не угощаешь, тогда все, мы уходим. Нахуй, нахуй аптечку спи. Да, все, надо аптечку. Не-не-не-не, я палку в жопу засуну сейчас. Салфетки, бумага, айфон. У меня тут люди без аптеки уйдут. Подожди, подожди, я сейчас возьму пачки печенья, я пойду сюда. Начали готовить завтрак, вот такая вот у нас гречечка. Ребята тут что-то кушают, к нам Серега странный пришел. Здравствуйте. Да, были мы у него в гостях, теперь он у нас в гостях. Миша, а ты что кушаешь? Бананову подливу. Миша, чисто на сублиматах. С фруктами. Нормально, линезон носить не надо, много веса. Все, ребята, вот такая вот большая пайка. Завтрак. Кушаем сейчас гречку, всем приятного аппетита. Сейчас кушаем и через пару часиков выдвигаемся. Ну что, ребята, дело подходит уже к почти 3 часам, еще 40 минут и будет 3 часа дня. Вот так вот мы уже провели пару часов. Вон наша хата, там торчит где-то из-за кустов. Решили немножко отдохнуть, потому что путь до Припяти у нас где-то займет 4-5 часов. И не хотелось, знаете, по дороге идти, потому что когда идешь по дороге, днем едут периодически машины. И с большими тяжелыми рюкзаками не очень комфортно вот это, постоянно прыгать, прятаться по кустам. Поэтому мы так решили убить немножко время, отдохнуть, чтобы где-то как раз по темноте зайти в Припять. Найти себе хатку. И на рассвете, наверное, где-то, может ночью еще погуляем по Припяти. Короче, вот так вот мы провели уже пару часов. Честно говоря, это у меня первый такой поход, можно сказать, на расслабоне отчасти. Потому что обычно я, что на велосипеде, что в пешем походе, куда-то торопишься. Вот так, знаете, проснулся, быстренько похавал и побежал куда-то. Уже бежишь, бежишь, чтобы быстрее из зоны выйти. А сейчас мы никуда не спешим, у нас тупо такой отдых. ЧЗО, Чернобыльская зона отдыха. Вон, смотрите, как отдыхаем. Мы чилим. Чилим. Не нравится это слово, но это четко описывает. Да, что как тебе вообще первый поход в зону? Круто вообще, как просто курорт. Что тебе именно понравилось? Мне понравилось отдыхать. Идти было реально тяжело. Рюкзак. Мы прошли вчера около 20 километров, ребята, чтобы вы понимали. Ночью было страшновато. У меня какие-то мысли там, что что-то сейчас выскочит. Да, слышали шумы разных животных и так далее и тому подобное. Артем говорил, там в сторону хотел пописать. Говорил, даже кабана слышал какого-то. Ну, неизвестно ли это был кабан? Ну, неизвестно, да. Что-то шуршало явно. Ну, короче, много чего шуршало. На самом деле здесь очень много, ребята, живности, поэтому неудивительно. Я вот в свое время, за количество своих походов, слышал рысь в кустах, как шипело. И еще было такое, что мы выходили как-то с ребятами из зоны. Там буквально 4 километра до выхода осталось. И за нами волки шли. И лоси. Ну, лоси это вообще отдельная история была. Мы год назад с Артемом ходили. Балдежный поход. Мне он нравится. Никуда не спешим. Лежим, отдыхаем. У меня прям первый раз такое. Хотя многие так постоянно ходят, тупо на отдых. А вот знаете, когда идешь снять видео, нам надо же побыстрее его опубликовать, чтобы простое на канале такие не были. И ты постоянно торопишься, торопишься, торопишься. И всю эту атмосферу пропускаешь. Хотя, конечно, вот когда идешь, там атмосфера есть, да, ты ею напитываешься. Но сейчас вот я для себя испытал какое-то новое чувство. Лежишь. Сейчас вообще круто просто. Отдыхаешь. Связи нету. Именно в этом месте в Припяти будет интернет хотя бы. Смотрите, как я пальцем шевелю. Я там в одном из прошлых видео вставил этот палец, короче, в такую штуку. Все, у тебя теперь, короче, вторая рука вырастет. Мало того, что крапивой пожелись. Тут лежим в кустах зарослых крапивой. Еще и комары нападают. Ну что, ребята, сейчас пойдем перекусим немножечко. И будем уже, наверное, понемножечку выдвигаться. Что, ты готова еще двадцатку до Припяти дойти? Не знаю. На самом деле, много ноги уже натерли. Но думаю, справимся. Да, справимся, сколько отдыхали. Все, ребята, мы собрали свои монатки. Еще немножечко пообедали. И в таком составе семь человек как пришли, так и уходим. До Припяти нам около 18 километров. Время сейчас, ну, округлим, скажем, без 15.4. 23 число. Сейчас, ребята, полшестого. Наверное, чтобы сюда прийти. Это удачное время, хоть еще не очень светло. Но днем здесь может уже быть реально опасно. Поэтому нужно гулять по Припяти на рассвете. Сейчас еще где-то какой-то, не знаю, часик, может, полтора походим. Может, это посмотрим. Мы, ребята, встретили вторую часть нашей группы. Начался дождик. Надеюсь, что в такой дождь охрана не делает обход. У нас будет больше времени здесь находиться. Ну что, малышка, как тебе эмоции? Просто классно вообще. Смотри, какой рассвет эффект. Да, вообще, очень красивый рассвет. Смотрите, какой фантастический рассвет. Просто, как знаете, нафотошопил кто-то картинку, кажется. Все, ребята, поделали топовые просто фотки. Сейчас еще попытаемся подняться на крышу 16-этажки, чтобы успеть более круто снять этот рассвет. Мы точно правильно идем, Миша? Где-то... Где же тут? Может, короче, пошли туда где-то к этим, петухам или что-то, олени, петухи? Да, это петухи. Это петухи. Да, это мы, получается, на Горем пришли. Короче, мы пришли на Горем, да? Значит, все, мы пришли туда, куда надо. Нам надо коленем. Коленем? Да, значит, мы проходим через лосей, бобров. Попадаем на ГПП и мы у оленей, да? Короче, ребята, мы в самом запальном месте. В 2016 году мы здесь даже ночевали, но были другие совсем времена. И мы, короче, там, трошки неразумнее было, что тут ночевали, потому что тут ночевать не очень хорошо. В общем, ребята, зашли мы в детский садик. Смотрите здесь вот, как все выглядит. Покрашенные, застеленные кровати, лежат куклы. Это, в общем, Стас, многие, наверное, его знают. Там канал чисто по Чернобылю снимает. Стас, расскажи, для чего вы это сделали? С какой целью? Ну, как бы основная цель была попытаться вернуть время, сделать такую, как бы, машину времени для людей, которые сюда путешествуют. И для нас самих. Мы все время всегда хотели прийти в Припять и увидеть, как застыло время. Но, к сожалению, мародеры и всякие вандалы не дали нам такой возможности. И многое здесь, короче, вот так все перевернули. Ну, и решили вот, хотя бы в нескольких местах вернуть застывшее время, как бы, 86-90 год, вот так вот примерно. Чтобы люди могли наслаждаться той атмосферой, которая здесь была сразу после аварии. Я понял. Ну, вообще, очень так необычно выглядит. Мы вот гуляли по зданиям, везде все такое, знаешь, уже как бы, ну, время даже свое просто берет, помимо вандалов. Ну, все, ребята, стало на улице уже совсем светло. 7.15. Мы уже много где успели побывать. Сейчас зайдем еще, наверное, в пару мест и пойдем уже готовить себе завтрак. Будем целый день, наверное, сидеть в хате, которую мы вчера нашли. Потому что, ну, днем, во-первых, не очень безопасно гулять по Припяти. Особенно у меня есть в феврале опыт, когда мы охранника, либо мент, кто он там был, я не знаю, увидели, и он за нами гнался. И гнался так достаточно добротно. Если бы мы были с рюкзаками, наверное, не убежали. Ну, сейчас мы, конечно, без рюкзаков, но нас много. И факт, что все убегут. Поэтому, ну, как бы, чем ты осторожнее, тем больше вероятность того, что все будет хорошо. В пабе есть, короче, на школе похожая локация. Кто, короче, видит что-то общее, пацаны, пишите в комменты. Ну, что, малышка? Вот в бассейн я как раз хотела попасть быстро. Вот не знаю, что именно бассейн. Я думал, там колесо, еще что-то. Не, ну все остальное тоже. Что-то капает где-то вода. Я тоже думал, что кто-то, ну, короче, капает вода. Ну, что, с вышки кто первый? Да, лестница здесь. Это, кстати, знаешь, я когда-то там в бассейн к нам в авангард ходил. И там тоже так было сперва мелко-мелко-мелко, потом резко так, хопа, глубина. И тут вышка. Ну, типа, с вышки, смотри, вот как прыгают. Они же могут там еще парем нырять, еще чем-то. Ну что, ребята, мы нагулялись, приготовили себе завтрак. Не успел вам показать его, потому что я его быстро съел. И ребята тоже быстро съели. Вон, уже туалетной бумагой протираем тарелки. Я вон, смотри, вытер. И смотрите, ребята, впервые использую такое ноу-хау. Это, короче, будет фильтрация воды. Мы вчера, когда пришли, первым делом набрали воду, а потом уже искали себе хату. Сейчас вечер, мы пришли в Припять. У нас вода на исходе, но мы набираем в одном из подвалов, просто набираем воду. Что мы с ней будем делать, я вам покажу уже немножко позже. Хату, конечно, не очень крутую мы нашли, но особо долго не искали, потому что... Да, диван, но мы там не спим, мы тут на карематах вот так спим. Короче, сейчас будем фильтровать воду. Будем фильтровать ее 2-3 раза, после этого еще ее перекипятим. И... Что, у тебя крахмал в крови повысился, или что, блин? Я призывался, что он все-таки деньги раздает, и я пришел. Нет, это в соседней комнате. Все, пришел. Давай. Короче, эту воду мы набрали в Припяти, но она чистая, потому что она в подвал попадает с подземных, грунтовых вот этих вод. И... Ну, это как будто с родника вода, только мы ее профильтруем 2 раза, и потом еще перекипятим. И, в принципе, я думаю, что мы не умрем, наверное. Хотя многие вот... Другая часть нашей группы, они просто 2 раза ее профильтруют и будут так пить. Но мы, короче, обрезываем, поэтому еще будем кипятить. Вот как-то так, ребята, как аппарат для измерения давления, вот эту штучку нажимаешь. Тут пока что Оля мне помогает, держит бутылку. И как-то так, 2 раза надо будет ее перефильтровать, потом еще перекипятить. Внимание! Вы находитесь возле охраняемого периметра зоны экологического пенсия. Незаконное пересечение периметра влечет за собой уголовную ответственность. Уже 7 часов вечера, мы отдохнули, набрались сил, готовы уже дальше двигаться. Но будем сегодня очень поздно выдвигаться, потому что одну рацию мы передали еще одной группе. По дороге встретили там дальних знакомых каких-то. И нужно, короче, дождаться их. Могли выйти в часов 10, но нужно будет дождаться их, они придут где-то в час-два ночи. Забрать у них рацию, потому что мы хотели быть с ними на связи, но, как оказалось, в этом нет особого смысла. И, короче, будем сегодня поздно-поздно выдвигаться. Следующая остановка у нас уже будет дуга. До дуги нам идти много часов. Несмотря на то, что целый день, знаете, отдыхали, накопилась немножко усталость. Мы тут постепенно занимаемся сегодня днем. Фильтровали воду, потом еще кипятили ее. Вот там у нас просто фильтрованная, там фильтрованная, плюс уже перекипятившаяся вода. Тоже отстывает. Короче, да. Вот пока находишься в зоне отчуждения, на самом деле начинаешь думать о таких вещах, о которых ты дома даже не задумываешься. То есть там вода, еда, еще что-то. Я вот, например, пока в доме нахожусь, у меня связи даже в телефоне нету никакой. И мы вот развлекаемся как можем. Я вот там узоры на потолке изучаю, допустим, еще что-то. Просто знаете, я обычно так в зону ходил всегда голопом. То есть там вот пришел куда-то, поспал быстренько, поел дальше, побежал, 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 чтобы быстрее выйти. А вот сейчас реально как на отдых какой-то пришли. ЧЗО, Чернобыльская зона отдыха. Тебе понравилось? Да, круто. Что тебе больше всего в походе понравилось? Ну, мне понравилось то, что тут находятся в Припяти всякие здания, закат. Ой, красавица. Очень красиво. Красавица тут просто божественная. Ссылочка на мой профиль в инстаграме будет в описании, ребят. Я запущу фоточки, там просто бомбический. Такой, знаете, розовый закат. Можно пошутить, так сказать, что это от радиации, он розовый. То есть не закат, а рассвет. Ну, короче, реально было очень красиво. ЧЕЕ ЕЩЕ ТЕПОНРАВИЛО? Мне понравилось свет реактора, когда мы только подошли. Тише говорить немножко. Когда мы только подошли вот к этой дороге, и он прям светится, такие красные огни, белые огни. Сразу так, пух-пух-пух, и мы быстрыми шагами побежали, побежали. Кстати, ребята, также хочу сказать, смотрите, у меня горилочка фирмы МТАК. На самом деле в этом походе очень много МТАКовского снаряжения у меня. Это как бы наш украинский бренд. Милитари одежду делают, разное туристическое снаряжение и так далее. Вот у меня тоже такой рюкзачок, тоже фирмы МТАК. И вообще куча-куча всяких мелких вещей от МТАК. Ссылочку на магазин Милитарист.ua я оставлю в описании. Большое спасибо ребятам за то, что спонсируют меня вещами. Вы также можете приобрести что-то. Я оставлю там полный перечень своего снаряжения с данного магазина. Может вам что-то понравится. Артём, а тебе что в походе больше всего понравилось? Больше всего понравилось. Переходить. Не брод, а колесо обозрения и ковш смерти. Хотя мы к ковшу подошли поздно. Долго там не были, но всё равно понравилось. Мы когда к ковшу подошли, мне уже ничего не хотелось. Не хотелось найти хату где-то и лечь спать. Также мы встретили много других сталкеров. Это тоже очень круто. Сейчас на данный момент в зоне находятся около 50 сталкеров, включая нас. Может даже и больше. Доброе утро, ребята. Не вышли мы, короче, на ночь вчера. Решили ещё на денёк задержаться в Припяти. Ну и само собой, пора бы освежить запасы воды. Встретили ещё одну группу. Вот такой вот толпой. 11 или 12 человек. Пришли средь белого дня. Набирать воду. Сейчас ещё раз вам покажу более подробно этот процесс. Потому что в первый день, когда мы вошли только в Припять, было темно. Особо не хотелось, если всегда, знаете, включать фонарик, привлекать к себе внимание. Ну а сейчас так наглую, средь белого дня, по Припяти раз мы уже ходим. Давайте за мной покажу вам. Кстати, ребята вчера вечером привели нам с КПП собаку. Теперь она за нами всё время ходит. Стоило её просто покормить, и она вот у нас в квартире. Сегодня спала целую ночь. Смотрите, ребята. Сейчас я покажу, где мы берём воду. Спускаемся в такой подвал. В общем, ребята, в подвале тут скопилась вода. Она, в принципе, относительно чистая. Пока мы набирали воду, Оля с перепулы немножко обосцалась, пока сидела. Жорко. В общем, сейчас, ребята, прячем воду. И самую малость прогуляем по Евпитеру. Мы взяли с собой один фаер. Я уже как-то брал фаер в Чернобыль. Ну, вернее, не я, а Сусанин не очень хорошо закончилось. Но сегодня, надеюсь, пожара никакого не будет. Короче, мы взяли один фаер. И взяли одну дымовую шашку. Решили налить 50 капель собаки. Ну, за то, что он с нами ходит, охраняет нас. Да, да, да. Сюда, сюда, сюда. Шарик, сюда. Бей. Короче, не хочет, Шарик, пить воду. На улице, ребята, жарко. Мы зашли в какой-то цех. Здесь так ощутимо прохладней. Что, тебе нравится? Я уже давно в таких местах не была. Может, никогда. Тихо разговаривай. Шепотом. Шепотом громко. Тут прикольно. Моему товарищу Сергею Странному кто-то передал привет. Серега, привет. Очень наглядный пример, почему опасно гулять по различным заброшенным местам. Смотрите, вот тут цех вроде выглядит. Еще сто лет простоит. Или около того. А вот здесь просто вот так обрушилась крыша. Представьте, вы вот так гуляете, как я сейчас, и на вас падает вот такая вот бетонная плита. Очень больно будет. Поэтому на самом деле я бы никому не советовал гулять по заброшенным местам. Несмотря на то, что это очень интересно. Вот шар пришел. Пить он не хочет. Ему пищу пожрать. Но извини, братан, нам уже самим не особо есть что жрать. Потому что мы на сутки задержались. Еду рассчитывали на определенное количество дней. Обалдежно. Надеюсь, когда мы перестанем его кормить, он не приведет к нам охрану. Вот смотрите, ребята, еще кусок плиты висит. Теоретически, если под ним пройтись, он может упасть на голову. Точно таким фаером мне Сусанин сжег землянку. Ну, случайно он хотел печку растопить. Не получилось, не фортануло. Теоретически, я ждал бы вечера, чтобы свалить уже. Честно, уже немножко надоело быть в Припяти. В общем, ребята, планы еще раз поменялись. На Дугу не пошли. Пошли домой. Прошли уже где-то полпути. И мы тоже не пошли на Дугу. Сотретили, короче, другую группу. Такой толпой сейчас вот у нас ночная кухня. Смотрите, кто с нами идет. Всю дорогу нас шел, сопровождал. Молодец. Такой собака, молодец. Кстати, есть такое ощущение, что он с нами аж прям до выброса пойдет. То есть, он пойдет до выброса, мы его через брод перенесем. Смотрите, какой он хороший. Вот, к сожалению, не могу к себе забрать его. Но мы, короче, вот с ребятами идем и думаем, где его пристроить. Может быть, завезем в город где-то, потому что кажется, что в Припяти, наверное, он пропадет. Смотрите, какой он тощий. Мы его, короче, кормили, кормили. Тут только что, тунец с хлебцами, с печеньками съел. Тут некоторые, короче, члены нашей группы говорили, что они так дома не питаются. Как мы шара покормили. Мы вот ему дали кликуху шарик. Смотрите, какой он хороший. Капец, какой классный. Короче, завезем его в город. Может быть, если повезет, где-то пристроим. А если не пристроим, ну, в городе, наверное, ему лучше будет, чем в Припяти. Поедешь в город, шарик? Короче, все, ребят. Такая вот у нас кухня. Сейчас кушаем и выдвигаемся дальше. Еще полпути, и мы, короче, уже выкинемся зоны. Короче, ребята, села камера у меня в кармане. Видимо, ночью выключил деда. Переходим в рот. Мы сюда именно так и заходили. Я просто этот момент завтекал снять. Вот так и заходили. Мне осталось шаровую опору принести. Шаровая опора. Это подпольное имя нашего пса. Мы его называем шар. Ну, типа, шарик. А вот, когда мы злые на него, когда он убивает где-то, мы говорим шаровая опора. Миша пошел за шаровой опорой. Еще, кстати, ребята, полночи, наверное, шел ливень. И мы шли под ливнем, полностью намокли. Поэтому, короче, обувь уже не снимали, потому что и так полностью мокрые. Зона шара не отпускает. Как только мы все удачно форсировали уш, шар пропал. Шара больше нет. Там еще за нами странный идет. Можно, короче, попросить его, если они его встретят, чтобы они его перенесли через речку к нам. Они же до Иванкова будут ехать. А в Иванкове мы бы забрали его. Можно ему позвонить? Позвони ему. Петя с нами пробыл целые сутки. Сюда шли, он с нами шел все время. Тут под конец, там другие сталкеры какие-то где-то были. Он подбегал, защищал нас, начинал лаять. И мы, короче, их еще не видели, но знали, что кто-то где-то рядом ходит. Ну, думали, мало ли там вдруг полиция. На всякий случай, так тихонько прошли. Короче, жалко хороший песик. Сейчас попросим странного, если он его встретит, то мы его заберем с собой. Следующая группа, мы с ними перекрикнулись, собака с вами. Они говорят, да, Миша побежал, и он где-то там вдалеке несет собаку. И вместо того, чтобы вот так просто перейти, он идет к нам с собакой вот так вдоль речки. Да, сюда, подбежь. Там вылетел, у меня собака. Как у нас? Спасение шара. Прошел все. Все, тупо так разложился, как на дроне. Все, братан, мы тебя заберем в город. Только не убил. Что-то он, короче, измену поймал. Такой, ну вас нафиг, чтоб я с вами еще раз шел. Пошли, пошли, Шар. Все, ребята. Багажник? Ты не издевайся над ним. Там осколки, ты шел, Вася. Не фантазируй. Не фантазируй. Мы спереди его поставим. Шар, иди сюда. Братан, ты с нами вышел. Иди сюда, иди сюда, иди, хороший такой. Сейчас я тебе в городе где-то палку колбасы куплю. В одно рыло заточишь целую палку. Я, наверное, еще столько колбасы в жизни не видал в одном месте. Хороший. Короче, все, сейчас садись с нами в майбах и едешь с нами. Мы тебя найдем хозяина и все будут хорошо. Блин, за себя нельзя его забрать. Да, жили бы в частном доме, забрали бы. Ну, хоть, знаешь, ну, хоть дворовой, короче, но он реально красивый пес такой. Сейчас я хороший. Все, шар, машину. Иван, пошли со мной, иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Иди ко мне, ко мне иди. Шар, иди сюда. Шарова опора, иди сюда. Он уже тоже устал, так? Шар, иди сюда. Да, он так-то тоже набегался с нами. садись. Шар, иди сюда. Иди сюда, иди мой хороший такой. Собакин, иди сюда. Ну, пошли. Миша, иди, ты уже с ним научился обращаться. Шар, пошли. Пошли со мной, хорошая, поедем в нормальный дом, блядь. Я Петровичу на КПП, блядь. Я тебе сейчас палку колбасы куплю, ты столько за раз колбасы еще не видел. Он столько за раз еще не бегал. Пошли, Шарик, пошли, бля, пиздюк, оба. Смотри, какой здоровый коньяк. Шар, ты будешь жить в городе. А ты, Оля, поедешь в Припель. Все, братан, все будет хорошо. Ну, что, пацаны, мы справились. Пацаны и девчата. Давайте, пацаны. Вы молодцы, мы тупо киборги, короче. Мы в ливень вышли и даже почти не останавливались. На полчаса. На полчаса. И то? Просто покушать. Все, заваливаем. Ой, это пыдлы. Оля, ты вообще машина, короче, киборг. Я думал, что ты даже не дойдешь до Припяти, а ты на одном дыхании вышла. Да, с какими протопили, блин. Ну, ребята, подъезжаем уже к дому. Шаровую опору временно сплавили Артему. У него частный двор. А завтра, короче, у нас есть пару кандидатур, которые потенциально готовы забрать. Завтра, короче, уже разберемся с Шаровой. А сейчас подъезжаем домой и увидим нашего сынульку, Артемку, которого мы не видели ровно четверо суток. Очень интересно. Мы очень соскучились по нему и очень интересно, как он сейчас отреагирует на то, что нас увидит. Ну, вернее, мама, это наше пятненькие груди. Любой ребенок, особенно в таком возрасте, больше любит маму, нежели папу. Хотя, папу он тоже любит. Я думаю, что маму он больше рад будет видеть, потому что с мамой он еще настолько не расставался. Папа уже отъезжал пару раз на такие длительные командировки. Даже и по пять дней бывало. Привет! Привет! Ты соскучился по нас. Мазик, да и Тём, ты это приятно. Ты стеснялся. Привет! А что там? Как повзрослел, моська как бы менялась за четыре дня. Что за прыщнул бу у тебя? Чем тебя бабушка кормила? Ох, что тебе бабушки, лишь бы пирожками накормить. Дари его на ручки. Ты бы знал, какая мамка у тебя у сына. Папка думал, что мамка вообще даже до Припяти не дойдет, а она за ночь вышла. За 10 часов мы прошли 46 километров. Короче, ребята, такой вот видеоролик. Надеюсь, он вам понравился. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Сергей Трейсер, Ольга Трейсер и Артем Трейсер. Всем до новых встреч, всем пока. Дюха, что там, у тебя зубы режутся, да? Может быть. Моя бабочка. Шпаткил заходит.